Берездача бермите, хотя берездача березне уахт. Совсем недавно эти люди занимали высокие посты в органах внутренних дел, а сегодня их даже не пускают на территорию департамента. 12 человек признали профнепригодными и уволили. Бывшие сотрудники ДВД с треском провалили в неочередную переаттестацию и потеряли свои должности. Каждый из них уверен, на экзамене его завалили. На 100 метров кросс я бегал на 16 секунд. Но результат должен был минимальный 15 секунд. Такой жара, я думаю, действовал нам, это мешало нам. Чтобы ребята не упали со мной, кто бегали. Я помогал с ним, бегал, их не оставлял, вместе бегал. Даже они на 22 минуты пробегали, они остались на перезачет, перездачу. А я на 18 минут бегал, меня увольняли. Бег на 1000 метров и силовые упражнения эти эксполицейские не осилили. Поэтому их сразу лишили служебных удостоверений. Мол, в органах внутренних дел тяжелоподъёмным людям делать нечего. Когда бежал полтора километра, у меня поднялось давление, и я упал. Медсестра дала мне таблетку и сказала, больше так не бегать. Но я всё равно подтягивался потом на турнике. Несколько баллов до проходного не хватило. Начальник департамента сказал, что я уже стар для работы в органах. Провалившие переаттестацию полицейские просят бывшие руководства только об одном – дать второй шанс и пересдать аттестацию. Они уверены, во второй раз экзамен сдадут намного лучше. Но в департаменте внутренних дел заявили, о перездаче не может быть речи. Переаттестации не будет, потому что сотрудник проходит один раз, единожды. Это мне очередную аттестацию. И если он не пройдёт эту аттестацию, решением принято комиссия, что он не пройден, и всё, он подлежит увольнению из органов внутренних дел. Уволенные сотрудники органов внутренних дел, если не добьются встречи с руководством ведомства, намерены обратиться в высшие инстанции.